Идем с Хагираки. Надо было раньше камеру включить. Не догадался я. Вот два рыболовного судна. Троллением занимаются. Как вы думаете, они пересекались скоростью 7,5 узлов. И когда уже оставалось до миля, примерно, они начали разворачиваться резко. Сбавили скорость и пошли на разворот. Это классика рыболовных судов. Не знаю, то ли специально, это вот сколько уже вот так вот расходишься, постоянно они делают именно вот так. Они не могут проехать или дать хотя бы мне пройти, потом начать менять курс. Нет, они именно в момент, когда уже вот-вот мы там через 3 минуты разойдемся, они начинают маневр, разворот. Откуда я знаю, развернется он или все-таки пойдет так. То есть шли они вот, да, курсом где-то примерно там 350 градусов. В итоге вышли почти на 290. А когда они начинают вертеть, там у нас цепей сразу уменьшается, скорость уменьшается у них. Вот. Они занимаются у нас троллинием. Им пофиг. По радару тоже можно увидеть. 6 кабель-дов. Розошлись мы с ним в 3 кабель-дов. Это нормально, но когда ты знаешь, куда он точно и как он идет, примерно чего ожидать. Ну, так как я-то уже с этим встречался, даже стоим с матросом, просто его отпустил уже. Я говорю, сейчас 100% будет перед носом останавливаться и разворачиваться. Вот так оно и произошло, блин. Касика жанра. Вот с Кагираки. Видите, сколько здесь рыболовных судов? Не знаю, много рыбы. Всегда много рыбы. Вот, помимо этого, здесь на углу, да? Ну, как правило, отсюда идешь не так много проблем. Больше они возникают, когда идешь вот на северо-запад. Здесь как бы идут справа-слева. Тебе надо тут наступать. Когда идешь на юг, на юго-восток, проблем меньше, конечно. Опять же, рыбаки здесь тоже не всегда. Погода сейчас хорошая. Я бы сказал, даже очень хорошая. Поэтому они все повылезали. Ну вот, пожалуйста, вот еще, да? Рыболовная суда у нас тут. Все идут как веером, блин. Тоже, здесь все видео, 8 узлов скорость. Вот так же шел, пересекал. Сейчас опять же получается у нас следующее расхождение, блядь, с этим товарищем. Он у меня проходит по носу 8, ой, 8, 6 кабель-то. Буду его сейчас пропускать. Дальше тут тоже еще полноса уйдут, тоже с такой же скоростью. Это уже грузовое судно. В общем, нас, в принципе, интересуют в ближайшее время вот эти два судна. На радаре он тоже уже просматривается. Идем в TrueMotion. Этот более уверенно идет. Даже немножко правее взял. Видно, намерен все-таки пересечь у меня нормально по носу, без всяких разворотов. Будем сейчас смотреть за ним. Потому что я включил так же пилинг. Дистанцию. Мильную выставил. Так, для себя чисто. Пилинг, в принципе, он нужен на TrueMotion, да? В принципе, он нужен. Когда уже цель ближе становится, наблюдать не только визуально, но и так меняется пилинг приближающего судна или нет. Чтобы определять опасность всеми возможными способами. Аиска, радар, визуальное наблюдение. С этими рыбаками не нужно паниковать. За милю, за полторы вы можете начинать уже активный маневр. Потому что, как правило, они за милю, за полторы как раз и начинают исполнять. Поэтому ждем, наблюдаем. Когда надо, совершаем маневр. Если уж ситуация там совсем критичная получается, положитесь на обратный курс и на циркуляцию. Ну и уже зовите на помощь капитана, который будет разруливать. Вообще, чаще всего обходится просто уходом от курса. Уклоняйтесь на градусов 20, того достаточно, чтобы избежать проблемы с подобным судном. Они тут кучкуются. Скорее всего, тоже идет в этот район. Вот тут, видим, тоже 4 судна. Видно, там много рыбы. Стремятся все туда. Вообще, на моей практике бывало, вызывал я рыболовное судно. Даже отвечали иногда спросить, какие у него планы. Но не всегда это необходимо. Просто, если, допустим, у меня справа шло судно на обгон, да, как бы было бы не очень хорошо, если бы он начал то же самое выполнять, что предыдущий, вот, ситуация была бы достаточно серьезной. Поэтому я бы заранее вызвал, узнал его намерение, объяснил ситуацию, если бы он ответил, конечно. Если нет, тогда бы я уже информировал судно, которое обгоняет, что так и так, у меня рыболовное судно, возможно, мне придется совершать маневр, как вариант, да. Либо просто предупредить, что возможно, да, так и так поступить не получится. Да и, в принципе, опытные судоводители, они видят, понимают все. Если что-то впереди видят, как расходятся другие, можно думать не только за себя, да, и за других тоже. в ситуации, как на дороге в городе, управляя авто, так же понимаешь все с опытом. Вообще, правила МПСС в этом плане не доработаны между судами, рыболовными, торговыми, да, то, что у них слишком много возможностей. то есть, допустим, он сейчас несет огни, да, рыболовного судна, но по факту он ловлей-то не занят еще, что только на подходе. Да, я понимаю, что он справа, я ему должен уступать, если он даже шел слева, все равно бы меня так же пересекал бы и не парился. Вот, поэтому тут нужно поправки какие-то вводить, чтобы они тоже хотя бы иногда начинали думать. Они только поняли то, что им должны все уступать фактически, да, кроме судна лишенного возможности провязываться и граничной возможности маневрировать. И все. Огни выставил и погнал. А когда что-то случается, конечно же, будет сложно доказать. Скажут, а я рыбу ловил. Все. Тут как бы все очень достаточно тонко. Кстати, забыл добавить по поводу вот этих маневров, которые они делают. Для чего? Потому что трал вот они тащили, чтобы я ушел еще больше вправее, бояться за трал. Чаще всего из-за этого. Как бы отпугивают тем самым. Ну, нам здесь вообще не смешно, по идее. какие-то тралы беречь. Если хочешь, так ты маневрируй раньше тогда. Оставляй себя полностью там. Это как бы, не знаю, метод очень-очень странный. Я всякий случай подвернул, еще чуть побольше. Пока держит все тот же курс 353 в 7 кабель как раз будем все аж. Тем не менее, у меня еще вот бонусы где-то слева градусов 5-10. Поэтому правило расхождения на неминимальной дистанции тоже не всегда верно. Все в зависимости от того, каким курсом оно пересекает вам. Вот ситуация типичная предыдущая, в начале видео развивается. только он пока все так же идет, а тот начал этот момент разворачиваться. Ну все, фактически он у нас уже на траверсе, мы можем потихонечку выходить на наш курс. Побольше 105 градусов, у нас вообще курс 110, мы удалились, будем потихоньку выходить на него. Дальше вероятно опять придется выходить вправо, если не возвращаться, быстро потом будет все удаляться, 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 что не есть хорошо. Очень ребят, как-то так, такое сегодня небольшое расхождение с рыбаками. Конечно, ситуация по сложности по пятибалльной шкале может быть возьмем так единицу обычное типичное расхождение бывало и сложнее. Все, пока.